Что такое сон и как с ним подружиться? Отчего случается бессонница? Кому снятся кошмары, а главное, зачем? Какой сон наверняка запомнится, а какой не запомнится никогда? Давайте разберёмся! В студии «Радиозвезда» профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев. Здравствуйте! С вами Андрей Новиков-Лонской. Сегодня мы хотим поговорить о такой таинственной вещи, как сон. Ну, правда, те из нас, кто видит сновидения и, не дай бог, кошмары, в общем-то, находятся под большим впечатлением от того, что видят ночью. И сегодня мы хотим либо развеять определённые мифы, связанные со снами, либо, может быть, подтвердить их. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук Сергей Савельев. Здравствуйте, Сергей Вячеславович! Здравствуйте! Ну, давайте, во-первых, определим, кто у нас профессионально занимается в науке снами. Очевидно, что исследования сна находятся на стыке разных дисциплин. Под кого можно считать специалистом по сну? У нас есть сонологи. Это целая область. Даже есть специальные лаборатории. В своё время они ещё организовались в кремлёвских больницах во времена наших замечательных генсеков. Значит, там занимались сонологией. Но, к сожалению, это всё превратилось в некий набор приёмов и распространённых фокусов, которые позволяют действительно людям высыпаться, которые позволяют компенсировать некие проблемы возрастные, психиатрические, полезные дела. То есть, когда проблема неглубокая, поверхностная и связанная с обычной человеческой физиологией, сонологи, то есть люди, занимающиеся простейшей помощью, почти терапевтически, они действительно могут оказать поддержку. Действительно, всерьёз заниматься наукой, то есть сном как исследовательским объектом, этим занимаются очень мало. Поэтому, в общем, из небольшого набора прикладных приёмов, которые известны уже очень давно, мало что изменилось. То есть, современные представления о сне в основном базируются на древнейших находках, ну, например, для фазы длинного и короткого сна, которые определялись по движению под веками глазного яблока. Ну, быстро двигается, значит, быстро, значит, медленно-медленно. Ну, сейчас это всё об наукообразили, наклеивая на голову человеку электроды. И говорят, ну, смотрите, есть альфа, значит, есть дельта сон, есть глубокий сон, есть короткий. Но от этого суть не меняется. Простите, а вы не можете нам пояснить, в чём смысл этих понятий? Действительно, у нас сон не единый, он разный? Да, у нас несколько фаз сна поверхностный или быстрый сон, который длится недолго. То есть когда как раз зрачки, то есть глазные яблоки двигаются быстро. Если человек в этот момент разбудить, он помнит сны. Это поверхностный сон, и тогда, если делать электроэнцефалографию, то оказывается, что там как раз те ритмы, которые характерны для мозга бодрствующего человека. Спокойного, но бодрствующего. Теперь глубокий сон, он длинный, глубокий обычно. Это когда человек спит, и если его разбудить, по-моему, он снов не видит. Но обычно при этом замедляется дыхание, урежается биение сердца, падает давление. То есть человек, так сказать, глубоко погружается в сон. В этот момент считается, что человек отдыхает. Я потом поясню всё это. Эти периоды сна регулируются. Причём вход в сон, он тоже там поэтапный. Есть поверхностный, потом более глубже. Там есть так называемые электрофизиологические моменты веретён. То есть когда меняется электроэнцефалография. Это несущественно, но всё-таки характеризует как-то эти периоды сна. В конце концов, сон уходит в глубокий. Потом он через час, час десять или пятьдесят минут, он может меняться на короткий сон. Вот этот непродолжительный поверхностный. И тогда мы видим сновидение. Тогда мы видим сновидение. Самое главное, разбудив, запоминаем. Потому что если у вас будет в момент глубокого сна, вы снов не видите. Ну вот на себе могу сказать. Я, например, сны вижу очень редко. Редчайшие сны. Ну просто вас редко будет в момент вот этого короткого сна, очевидно. Ну я сам в основном просыпаюсь. Меня никто не будет там. Обычно, если там только попугай начнёт орать или собака проситься на улицу. Но в принципе, я обычно снов никаких не вижу. Многие люди, наоборот, всё время просыпаются в фазе вот такого поверхностного сна. А вот эти периоды всё время меняются. То есть это общая схема. Ориентируясь на эту схему, соответственно, мы можем оценить. В исследовании много было. И известно, что дети спят там 70% времени. Новорожденные. Ну вот они дрыхнут и всё. Но они дрыхнут не от того, что они отдыхают от чего-то. Нет, они не переутомились в утробе матери. Нет, они совсем по-другому спят. Просто сон, особенно в детстве, это период формирования органов и системы. В первую очередь, головного мозга. Первые 7 лет мозг очень активно образует связи между нейронами. Это медленный процесс. И постепенно сон укорачивается. Поэтому у детей, уже там у подростков сон обычно 9, иногда 10 часов. Но чем старше становится, тем сон становится короче. И в конце концов, к моменту полового созревания, от 13 до 14-15 лет, зависит от этнической группы, от условий роста и развития, сон становится почти взрослым. Или даже короче, поскольку половое созревание, оно, так сказать, стимулирует. Понятно, что половые горбоны, они поднимают детей пораньше. С возрастом эта система еще больше меняется. То есть, есть стабильный период где-то с 25 до 50 лет, когда сон примерно 7-8 часов. Лучше, конечно, 8, чтобы подольше отдохнуть. А потом становится укорачиваться. Старики обычно спят мало. С чем это связано? На самом деле, вот той фактологии, о которой я рассказал, на нее накладывается глубочайшее изменение мозга, которое происходит всю жизнь. Дело в том, что, когда человек развивается, у нас есть специальная часть мозга, асимметричный такой орган, размером примерно в кубический сантиметр, сидящий посередине головы. И Рене Декарт считал его чуть не центром зрения. Такая штучка называется шишковидная железа или эпифис. Он вырабатывает несколько специфических гормонов, в том числе нейрогормонов. Это часть мозга. И, соответственно, имеет иннервацию. То есть в этот эпифис ходят волокна, идущие из мозга. И это единственный орган в нашем теле, часть мозга, который получает иннервацию из периферических нервов. То есть нервы не только выходят, но и входят в него. Это центр суточных ритмов человеческой жизни. И пока человек маленький, пока растет, очень много вырабатывается мелатонина, гормона сна. Именно поэтому дети спят. И у этого гормона есть еще одно колоссальное значение, которое позволяет человечеству не пытаться размножиться в трехлетнем возрасте. Наши дети не бегают по школе со спущенными штанами ни от того, что нельзя. Если бы они захотели, вы бы их не остановили. А из-за того, что вот эта маленькая, асимметричная штучка, эпифизарный комплекс, он вырабатывает мелатонин, подавляющий половую дифференцировку. Если, не дай бог, происходит формирование опухоли этого участка мозга, он так торчит отдельно посерединке, и опухоли случаются, и они могут быть нелетальные, то в этом случае у мальчиков там начинается эрекция в трех с половиной летнем возрасте, они пытаются оплодотворить все, что движется. То есть блокируется торможение активности полового созревания, и начинаются проблемы. Но если удалить, то все, в общем, более-менее нормально. Но с возрастом этот орган, этот эпифиз, он разрушается. И даже через год после рождения уже в нем можно найти мозговой песок. То есть годовалые дети уже поскрипывают мозговым песком, на самом деле. И как это ни печально, это признак того, что этот орган очень активно работает. И он активно работает, подавляя как раз дифференцировку половой сферы. Но и этот же орган определяет суточный ритм, потому что мелатонин – это гормон сна. Ну, давайте зафиксируем для наших радиослушателей, что чтобы выспаться, ну, нужно спать 7-8 часов. Я вас правильно понял? Желательно 7-8 часов, но после 50, там, после 60 лет, уже достаточно 6, механизм следующий. Пока эпифиз молодой и живой, он активно днем вырабатывает серотонин. За счет чего он вырабатывает? И здесь очень важный момент. Если вы в течение дня проводите 2 часа на солнце, то через зрительную систему попадают сигналы в этот эпифиз, которые говорят, что у вас глаза открыты, и то, что сейчас день – это сигнал, который приходит в этом эпифизе на специальные клетки пенелоциты, которые начинают вырабатывать серотонин – гормон дня. Именно поэтому вы утром в темноте зимой встаете, еле-еле нога за ногу, а потом вы дожидаетесь, пока поднимается солнце, доживаете. Важно, чтобы рабочий день совпадал все-таки с солнечным ритмом. Очень желательно. И здесь еще есть одна засада огромная. Если вы день провели за компьютером или тыкая там пальцами в ноутбук, где-то в полутемном помещении, то быстрее всего вы спать не будете. Почему? Потому что гормон серотонин, который вырабатывается под действием света, попадающего в глаза, он же является метаболическим предшественником мелатонина. То есть того самого гормона сна. И чем больше вы накопили на ярком солнышке днем серотонина, тем глубже вы будете спать за счет того, что у вас много мелатонина. То есть все очень просто. Скажите, а вот совы и жаворонки – это реальность? Или это люди придумали? Это реальность, конечно. Но это вопрос сдвига вот этого метаболизма. То есть когда начнет вырабатываться серотонин, когда мелатонин. Скажу только одно. Животные же есть, те, которые активны ночью и спят днем. С чем это связано? Это связано с тем, что у них эта штука работает наоборот. Серотонин начинает вырабатываться вечером, они активничают всю ночь, зато днем они стараются спать. То есть вот у них эта сдвижка в обратную сторону. У человека тоже. Но вот простые приемы – хотите хорошо спать ночью, прогуляйтесь пару часиков, даже в любой день все равно света будет достаточно, чтобы накопить гормоны дня серотонина. Тогда вы будете хорошо спать, независимо от вашего возраста. А вообще с чем связана бессонница? Я имею в виду не физиологический аспект, а такой бытовой. Во-первых, вот из-за нехватки того самого серотонина, который нарабатывается на свету, это раз, это краеугольный камень. Но есть еще всякие невротические состояния, там, когда очень высокий уровень гормонов, переживания. Наш мозг такой большой и так бездарно устроен, что мы можем самозаводом таким, самовозбуждением, очень сильно сдвигать, в том числе и суточные ритмы. Напоминаю, что в студии «Радиозвезда» доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. Мы говорим о сне. Вот говоря о сновидениях. Во-первых, правда ли, что есть люди, которых никогда не видят? Иногда вот слышу от людей, я ни в принципе не вижу снов. Такое бывает? Или они просто не помнят об этом? Ну, они видят, наверное, и не помнят, просыпаясь каждый раз в длинной фазе. Ну, как я, например. Я видел за всю свою жизнь, там, два десятка снов. Из них половина цветные, но это на радость психиатра. А, кстати, это правда, что цветной? Сон – это что-то такое, отклонение психики? Да нет, ну что вы. Ну, во-первых, у нас мир цветной вокруг нас. Мы видим мир цветным и запоминаем. У нас специальное поле есть в затылочной доле, которое отвечает за цвет, за анализ света. И при этом мы им не пользуемся, когда спим. Ну, я боюсь только, что это придумал, неплохо заработал на этом деле. Молодцы, ребята, так надо разводить клиентов, я имею в виду психиатров. Но вообще цветные сны – это, так сказать, конечно, особое состояние мозга. То есть, когда действительно возбуждение очень велико. Значит, как сны происходят? Почему, говорят, там вещи и сны? Да, бывают для них, кстати, с точки зрения науки. Да, а сколько невещих? Ребята, давайте пропорцию посмотрим. Значит, а сколько было невещих? На сто тысяч невещих один вещий? Ну-ну. Вот мы недавно делали передачу о таблице Менделеева, который, как известно, увидел ее во сне. Ну, это... Вещий сон в каком-то смысле. Ничего подобного. Слушай, про Менделеева я как раз знаю все очень хорошо. В чем там дело было с Менделеевым? Менделеев нуждался в деньгах. Получить он их мог, только заняв кафедру химии. А в те времена, для того, чтобы стать профессором кафедры заведующей, нужно представить учебник новый, совершенно с новым изложением фактического материала, в данном случае неорганической химии. И он для того, чтобы занять кафедру, написал двухтомный вот такой учебник. Он его писал, придумывал. Он не знал, как изложить неорганическую химию. Решал конкретную задачу, накормить семью. И он полтора года работал, а потом его осенило. Некоторым кажется, что если они будут долго спать, то их осенит. Не осенит. Сначала надо полтора года работать. Скажите, а ученый, когда ставит вот эти электроды на голову человеку, спящему, может понять, что сниться ему? Нет, не может. Электроэнцефалография никакого содержания не передает. Все это развод слушателей и зрителей. Нет, просто обычно говорят, что какие-то участки мозга отвечают за какие-то особые впечатления. Это глупость полнейшая. То, что у нас в участке мозга специализированы одни за зрение, другие за слух, третий за ассоциативную или двигательную активность, это факт, известный до изобретения электроэнцефалографии. А с их помощью можно определять, что действительно хорошо определяется. Но вот эти волны сна больше ни для чего использовать нельзя. То есть сегодня электроэнцефалография это такой давно протухший метод, который полезен в прикладной нейрохирургии для того, чтобы оценивать послеоперационное состояние больных. А в остальном это просто способ заработка или, так сказать, придания наукообразной красоты у психологов. А что значит, если человеку снятся кошмары? Это же какое-то особое состояние. Во-первых, почему что снится? Человек, отходя ко сну, что делает? Он снимает контроль с активностью различных областей головного мозга. И то, чем последним он занимался, чем обдумывал, то и сохраняется остаточная активность дольше всего. И поэтому во сне возникают всякие такие комбинации, сочетания несочетаемого. А если активность у человека была очень высока, гормональный фон высок, то эти комбинации начинают приобретать некую направленность. То есть у кого чего болит, тот о том и говорит. Вот в соответствии с этой поговоркой бесконтрольная активность участков головного мозга вызывает вот такие жуткие нелепые ассоциации. Значит, кошмары. Кошмары – это вечный человеческий биологический страх, который пронзает всю нашу жизнь. Простой пример приведу. Вот вы идете по улице, у вас гладкий перед вами асфальт, как стол, все идеально, и вы идете и поглядываете в свой там iPad, iPhone, и вдруг наступаете на что-то длинное и мягкое. Любой сапиенс, любой обитатель этой планеты впадает в панику. Хотя это может быть обычный шланг поливочный. Но он думает, что это змея. Ну, конечно, потому что сочетание ощущений механических – это змея, это ассоциация, это ужас. Вот этот ужас, на самом деле, и говорит о том, что у нас есть доставшиеся нам от далеких предков наборы инстинктивных опасностей, которые мы с вами вызываем. Это могут быть змеи, это могут быть падения. Но у нас же был кусок эволюционной истории, когда наши предки падение из дерева – это был конец. Именно поэтому страхи, связанные с полетами, с падением, они, так сказать, биологичны, дальше некуда. И когда вы перестаете контролировать свои впечатления, направления своих мыслей, то, что в психологии называется мотивацией, мотивационными целями, они у вас исчезают, то в этот момент мозг ведет себя как совершеннейшее обезьянье-машинка и начинает хулиганить, и начинает вызывать те ассоциации, которые у вас сидели. Тем более мы лишены очень многих ощущений обезьян, которые есть. Ну почему? Мы не скачем по деревьям, мы не конкурируем так, как в обезьяннике. Мы сдерживаем. У нас система законы, там, прочее, прочее. А в мозг-то сохранился обезьяний. Все те же самые мотивационные страхи есть обезьяне. Вы их днем, проезжая там на машине, на работу, пользуясь общественным транспортом, там, живя среди людей, порядочно прилично одетых и дурно не пахнущих, вы ими не пользуетесь. Но когда вы засыпаете, в этот момент накопленные в этих нейронах невостребованные медиаторы выбрасываются и запускают те самые древнейшие страхи, древнейшие ассоциативные цепочки, ну, которые вызывают там в быту, например, немотивированную агрессию. Это тоже центр мозга. Именно поэтому там люди ругаются отчаянно до эффектных убийств. Ну что тут сделаешь? Скажите, а толкование сновидений имеет смысл? Понятно, что есть абсолютно ненаучная вещь, такая, как сонники, но ведь есть, по сути, полунаучная, как психоанализ, который тоже занимается толкованием снов. Ну, вы знаете, психоанализ — это еще менее научная, чем астрология. Потому что, ну, во-первых, на чем построен психоанализ? Господа хорошие, во-первых, Зигмунд Фрейд использовал в своей жизни всего 9 больных. Это уже начинает беспокоить. Во-вторых, вся теория психоанализа построена на том, что у человека существуют детские воспоминания. Опыт показывает, что детских воспоминаний, которыми апеллируют психоаналитики, практически нет. Потому что наш мозг до 7-8 лет очень активно перестраиваются, образуются новые нейронные связи. И сохраняются только отрывочные воспоминания, связанные с очень большим стрессом или с какими-то необычными впечатлениями, которыми потом человек многократно обращается. То есть база для психоанализа, особенно весь этот психоанализ Фрейда, построенный на пиписковых проблемах, это часть биологической, скажем, зоопсихологии. Ну а какой-то научный именно подход к пониманию сновидений не может быть. С позиции психоанализа это просто ненаучный подход. Ну, есть же психология вполне научная. Она носит реверсивный характер. Вы делаете 100 тысяч опросов, потом с вероятностью в 50% предсказываете результат 100 тысяч первого. Поэтому, поскольку в психологии нет базовых приемов, которые позволяют вычислять ранее ненаблюдаемое поведение, то ее можно, конечно, рассматривать как науку, ну, в качестве развлечения. Но в основном это вспомогательная дисциплина, которая помогает нам лучше понять работу человеческого мозга. Спасибо. О снах и сновидениях мы говорили с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук Сергеем Савельевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова